27 лет назад, 16 ноября, в Каспийске произошла трагедия, которая до сих пор отвлекается в сердцах у людей. Это взрыв дома по улице Ленина, 58, в котором проживали семьи военнослужащих Каспийского пограничного отряда, отдельной авиационной эскадрильи и оперативно-войскового отдела. Этот теракт унес жизни 69 человек, в том числе 21 ребенка. Сегодня представители администрации Каспийска и других госструктур города собрались, чтобы почтить память всех погибших. Мы все скорбим по тем, кто стал жертвой бездушного, бесчеловечного террористического акта. Взрыв 16 ноября 1996 года в городе Каспийске, который нес жизни 69 человек, стал для всех жителей этого города и нашей республики, и всей России большим потрясением и общей нашей болью. В ходе юнитинга выступила участник трагических событий 1996 года Елена Залова. Она отметила, что любой трагический акт, война – это боль, слезы и горечь. Это страшное потрясение для любого человека, не только для самой жертвы. В этом страшном теракте Елена потеряла троих сыновей и мужа. Боль этой тяжелой ночи навсегда останется в ее сердце. До сих пор болит сердце по погибшим сыновьям, моим мальчишкам. Ему навсегда 11, 8 и 5 лет. По погибшему мужу, которому навсегда всего лишь 34 года, прошло 27 лет. И до сих пор не найдены тени и люди. Почему приказу было заказано, исполнено это чудовищное злодеяние. В митинге приняли участие председатель собрания депутатов города Каспийск Абдува Хиджаватов, военный комиссар Марат Пашаев, председатель совета старейшин Ганифа Джабраилов и многие другие. Завершилась церемония возложением цветов у памятника погибших во время теракта и минуты молчания.